продолжаем решать задачи на проценты и сегодня давайте разберем такую задачу зимняя обувь стоит 2000 рублей а осенняя 1600 рублей на сколько процентов зимняя обувь дороже осенней и на сколько процентов осенняя обувь дешевле зимней ну давайте себе представим такую ситуацию так вот как-то так у нас будет выглядеть осенняя обувь ну и что-то побольше да зимняя что-то побольше так ситуация такая осенняя стоит 1600 рублей зимняя 2000 если бы нас спросили насколько рублей зимняя обувь дороже или осенняя дешевле тогда ответом был бы ответ был бы один 400 рублей почему потому что всегда чтобы узнать насколько дороже или дешевле мы от большего должны вычесть меньше в данном случае здесь два вопроса которые будут как мы увидим позже имеет разные ответы итак первое действие давайте сначала найдем разницу в цене то есть найдем эту разницу надо от 2000 вычесть 1600 и в итоге мы получим 400 рублей такова разница в цене ну можно было бы здесь конечно записать что настолько зимняя обувь дороже осенней и настолько же осенняя дешевле зимней но при вопросе при нахождении процентов здесь необходимо выяснить что берем за основу давайте прочитаем первый вопрос внимательно насколько процентов зимняя обувь дороже осенней с чем идет сравнение сравнение идет с осенней обувью значит за основу мы должны взять осеннюю обувь давайте так запишем так составим пропорцию стоимость стоимость проценты стоимость посмотрите вы если насколько процентов зимняя обувь дороже осенней значит за основу осенняя значит мы должны в качестве основы взять стоимость осенней обуви то есть 1600 рублей 1600 рублей это сто процентов а разница в цене 400 рублей это x процентов решив эту пропорцию но сразу давайте посмотрим какая зависимость у нас зависимость у нас прямая решив эту пропорцию мы найдем нас мы ответим на вопрос на сколько процентов зимняя дороже осенней то есть мы сравниваем с осенней за основу берем осеннюю значит за сто процентов мы берем осеннюю обувь это важно давайте запишем пропорцию 1600 разделить на 400 равно 100 разделить на x откуда x равен 400 найти произведение средних и разделить на оставшийся крайний член пропорции 1600 так что у нас тогда получается давайте сначала на сотню сократим теперь здесь у нас 16 и 4 мы сокращаем на 4 тут 1 2 0 это 100 ну и 100 мы делим на 4 получается 20 и 25 25 25 процентов то есть ответ ответ на первый вопрос такой ответ на 25 процентов на 25 процентов на 25 процентов зимняя обувь зимняя обувь дороже осенней дороже осенней давайте ответим на второй вопрос отвечаем так я это стираю давайте ответим на второй вопрос вопрос номер два то есть второй вопрос насколько процентов осенняя обувь дешевле зимней разница в цене у нас точно такая же поэтому изменения будет так значит это стоимость у нас стоимость и процент Теперь за основу, поскольку в нашем втором вопросе спрашивается, насколько осенний дешевле зимний, значит сравнение идет с зимний, за основу мы берем зимнюю обувь, а значит 2000 рублей мы берем за основу. Значит 2000 рублей это 100%, а 400 рублей, то есть разница в цене, та же самая, которая была, это x процентов. Составляем пропорцию, зависимость прямая, пропорция запишется в следующем виде, значит 2000 разделить на 400 равно 100 разделить на x, откуда x равен произведение средних разделить на оставшийся крайний член на 2000. В итоге получаем, так на сотню тоже мы разделим, и здесь у нас что 40, значит 400, так нолик на 10 еще сокращаем, получается 40 на 2 будет 20, в итоге получаем 20 процентов. Как вы видите, в первом случае у нас мы получили 25 процентов, во втором случае 20 процентов. Ответы разные, ответ 20 процентов. Давайте разберем вторые способы решения задач, второй способ решения такой, значит второй способ решения. Второй способ решения. Ну, первое действие точно такое же, то есть мы должны найти разницу в цене, от большего вычесть меньше, 1600 рублей равно 400, то есть такова разница в цене, 400 рублей разница, 1000 рублей разница. Второе действие. Давайте ответим на первый вопрос, на сколько процентов зимняя обувь дороже осенней. Необходимо найти долю, которую составляет разница в цене, по отношению к какой? К осенней, потому что в первом вопросе спрашивается, на сколько дороже осенней. Значит за основу берем осеннюю, значит мы должны найти разницу в цене, которую мы нашли, найти долю, которую составляет разница в цене, то есть 400 рублей, по отношению к цене осенней обуви. Цена осенней 1600 рублей. И умножить эту долю на 100 процентов. Это и будет ответ на первый вопрос. Так, что у нас тогда получится? На 100 сокращаем, 4 на 16 мы с вами поделим, получается 1 четвертая. 1 четвертая на 100, то есть 100 разделить на 4, будет 25 процентов. Да, у нас при решении пропорции получался точно такой же ответ. Ну и наконец, давайте ответим на второй вопрос. На сколько процентов осенняя обувь дешевле зимней? Точно так же. Необходимо найти долю, которую составляет разница в цене, то есть, которую составляет 400 рублей, но по отношению теперь уже к зимней обуви. Потому что во втором вопросе у нас просят узнать, насколько дешевле зимней. Значит, за основу берем зимнюю обувь, а стоимость зимней это 2000 рублей. Таким образом, надо разницу в цене 400 разделить на 2000 рублей. Ну и теперь умножить эту долю на 100 процентов. На 100 процентов. Сокращаем. 4, 20 получается у нас 1 пятая. 4, 20, да, 1 пятая. И получается 100 разделить на 5. У нас получается 20 процентов. Ответ. Ответ. Давайте запишем общий ответ. Значит, ответ на первый вопрос. 25 процентов. То есть, зимняя дороже осенней на 25 процентов. И ответ на зимний вопрос. На второй вопрос. 20 процентов. 20 процентов. На столько. То есть, на 20 процентов осенняя обувь дешевле зимней. Все, задача решена. Спасибо.